О главных событиях к этому часу. Вооруженные силы Украины обстреляли микрорайон Октябрьский в Донецке, ранен один мирный житель. 27 человек погибли при взрыве в клубе Бухаресте. Денис Пушилин раскритиковал предложенную Киевом концепцию закона о выборах в Донбассе. Накануне вечером украинские силовики начали обстрел с северо-западной окраины Донецка. Сначала в ОСУ обстреляли позиции ДНР у Вольвоцентра. По предварительной информации, огонь вёлся из миномётов калибром 82 мм. Позже под обстрел попал микрорайон Октябрьский в Куйбышевском районе столицы ДНР, в результате чего получил ранение мирный житель, мужчина 1977 года рождения. Также вооруженные силы Украины открыли огонь по посёлку Жабуньки под Донецком. Съёмочная группа телеканала Новороссия ТВ вместе с представителями миссии ОБСЕ отправилась на место обстрела. Подробнее об очередном военном преступлении украинских силовиков смотрите в вечернем выпуске новостей. Накануне в одном из клубов в Бухаресте произошёл взрыв. Согласно официальным данным, 27 человек стали жертвами трагедии. Однако их может оказаться значительно больше – порядка 40. По последним данным, травмы в результате взрыва получили не менее 180 человек. Сообщается, что в клубе проходила презентация альбома музыкальной группы. Шоу сопровождалось световыми и пиротехническими эффектами, которые, как сообщают свидетели, стали причиной взрыва. Пожарные пытаются потушить агонию, эвакуировать оставшихся в клубе посетителей. На месте работают несколько бригад скорой помощи. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Руководитель делегации ДНР на мирных переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что концепция закона о проведении местных выборов в Донбассе, представленная украинской стороной на переговорах контактной группы, не несёт в себе ничего нового и не устраивает ДНР и ЛНР. По его словам, стороны достаточно долго обсуждали поставленные украиной вопросы в рамках подгруппы по политическим вопросам, и консенсус по ним не был найден. «Это достаточно пустое действие со стороны Украины, которое отбрасывает в какой-то степени переговоры назад. Концепция закона о выборах, которые они представили, не несёт ничего нового. Это концепция, констатация их намерений, которая нас не устраивает и которая требует обсуждения в рамках политической подгруппы, что и происходит. Поэтому ничего нового, что было сделано, я не назвал», – подчеркнул спикер парламента ДНР. Пушилин отметил, что Киев имеет обыкновение отзывать уже достигнутые договорённости, в частности, по выборам. Например, был решён вопрос о выборах по мажоритарной системе и неучастии политических партий, о чём была договорённость в мае. Но потом Украина от этого отказалась и начала обсуждение этих вопросов. КОНЕЦ КОНЕЦ